Автошкола Автокурс Плюс Автошкола Автокурс Автошкола Автокурс Автошкола Автокурс Продолжение следует... Здравствуйте! В эфире Пушкинского телевидения информационная программа «Наши новости» в студии Лидии Михалёва. Смотрите в этом выпуске. Незаживающая память. Жители блокадного Ленинграда рассказали, что помогло им выжить. Птичку жалко. В Доме культуры прошла традиционная акция «Покормите птиц зимой». Спорт как счастливая болезнь. На рождественском турнире по волейболу боролись команды любителей и профессионалов. А теперь об этом и другом более подробно. 27 января в нашей стране отмечается знаменательная и одновременно трагическая дата. 70 лет снятия блокады Ленинграда. Враг не вошел в город, но все мы знаем, через что прошлось пройти жителям в том противостоянии. Наша съемочная группа встретилась с очевидцами тех страшных событий. В то время они были еще детьми, а сегодня их объединяет общая боль потерь. Представители общественной организации блокадников Ленинграда поделились с нами воспоминаниями о том, что им помогло тогда выжить. Дети вроде бы ничего не помнят в таком возрасте. Мне было 3,5 года, но в голове остались яркие воспоминания, как хлеб. Как мы спали. Мама порежет хлеб. Ну что, 125 грамм? Это кусочек. Вот он, кстати, у нас здесь есть. Порежет на мелкие-мелкие кусочки. Кажется, что очень много хлеба. Спали под окнами, потому что при взрывах осколки все пролетали над головой. Мы как выкрылись, как семья высшего комсостава училища Фрузы. От колонны отстали. Мы ехали в машине, бочка с горючим, пустая правда была, и между бочкой с горючим и бортом. Нас положили, в перину закутали. Ну, получилось, в дороге... Организм просто берет свое. Потребуется, потому что водитель останавливается на дороге, жизнь нельзя, но он все-таки рисунул, остановился. Меня вытащил оттуда. И нас пошла машина на обгон. И как раз перед нами она прошла и ушла в полы нее под лед. Она держала так, посадила. На одной ноге брат был, на другой я. Она обходила нас, сидела. И волна ударила, руки разорвала, и меня волной выбило. Я на палубу. Потом, когда волна сошла, ну что, на глазах матери утонулась, или венок. Волна сошла, я на палубе лежу. Меня поднимают, туловище поднимается, голова нет. Голову от силы волны удара я попал, навернулся на Рымболт. И вот Рымболт спал себе жизнь. Я провела все до конца войны. Была мама, и у нас три девочки было. Нас посылали дежурить. Ночью мы дежурили, у каждого дома был дежурный, сторож. И мы рядом были, ночами дежурили. Теперь во дворе, раньше топили дровами, во дворе были сараи. Эти сараи все мы разобрали, чтобы не было пожара. Ну а потом, вы знаете, начался волот. Помню, когда мама режет хлеб, а он крошился. Младшая сестренка так всегда смотрела на эти. Крошечки, потому что я и так, кому они достанутся. Мама очень болела. Мама была цинга, и опухли ноги, и черными пятнами были покрыты. Вся родня жила у нас в нашей квартире. Вся родня, что была, осталась в локаду. И вот так выживали. А кто... Ходили. Самое главное, нужно было двигаться. Вот одна родня у нас пять человек не двигались, легли рано. Мы принесли, отоварили карточки, принесли им. Они даже никакого движения не сделали. Им уже не нужно было это, ни питание, ничего. Их похоронили на Пискаревке. 22 июня началась война. 24 месяц полностью 4 года. Жили в Ленинграде? Жила в Ленинграде, в самом центре, почти на Невском. И отца сразу же в первый же день забрали на фронт. Не смотря на то, что он в 1939-м воевал. У меня был братик, младший меня на 2 года. Он сразу же, буквально в первый же месяц умер. Потом приехала мамина сестра младшая, она работала проводником на поезде. Как раз на Московский вокзал она ездила. Она приехала и говорит маме, Ирина, давай заберу хоть Риму. У нас хоть трава, картошка, что-то есть. Она меня забрала с собой. Но наш состав по дороге разборубила. Они же в Ленинградской области тоже. Сейчас она в Новгородской области. И наш состав разбомбила. И я смотрю, моя тетя-то мертвая лежит, а я осталась вот такая маленькая. В каком году меня забрали? Я не знаю, я же ничего не помню. Их в каком году привезли, тоже не знаю. Мы с мамой на эту тему никогда не разговаривали. Потому что она всю блокаду пережила в Ленинграде. И попала я в детский дом. Мама меня потеряла. Она не знала, где я есть. И потом, когда я нашла, уже как-то узнала, она устроилась проводником какой-то поезд, назывался вертушка. Я до сих пор не знаю, что это такое вертушка. И она приехала ко мне, пришла, когда ее пустили, нашла где этот детский дом. Ко мне подходит доченька и говорит, я тебя, тетя, не знаю. Ты чужая тетя. Моя мама была очень красивая. Это ей страшно. Потому что настолько она исхудала там. Ей разрешили, видимо, ночевать. И она когда стала раздеваться, я узнала одно только ее платье. Я говорю, моей маме такое платье было. Она говорит, ну я же твоя мама. Мне нужно было в 44-м году в школу пойти. Привезла, когда она была в школу, меня не взяли. Я не умела уварить. Только, видимо, стресс был, такая худющая была. Но целый год отложили. Родилась в ноябре 40-го, поэтому, когда началась блокада, мне было 9 месяцев всего. Конечно, я мало что помню о том. Я помню только день снятия блокады уже. Я о нем потом расскажу. А так вообще я хочу сказать, за счет чего мы выжили. Кстати, маленький братик у меня все-таки умер от голода. Мы жили в пригороде Ленинграда, Ржевка, где недалеко проходила дорога жизни. И вот за счет травы мы, конечно, могли как-то выживать. Лепешки из лебеды, щи из крапивы. Это вот единственная еда, которой мы, собственно говоря, пользовались. Я хочу рассказать один эпизод, о котором моя мама и ее подруги очень часто вспоминали. Самый голодный, вот 42-й год зимой, они приняли решение оставлять по одной картошине каждый день, чтобы весной ее посадить. Весной они разрезали, картошки было мало, конечно, очень, они разрезали ее на кусочки, там, где были глазки, и посадили. И караулили по очереди целые сутки эту картошку. И когда она уже созрела, тот, кто последний ее караулил, прокараулил, ее выкопали. Как же женщины плакали. Когда мама пришла с работы, она не могла понять, в чем дело. Когда поняла, она говорит, женщина, давайте посмотрим на это с другой стороны. Ну, значит, люди, которые ее выкопали, останутся живы. Значит, мы помогли кому-то. А сами мы, ну, как-нибудь проживем. И они помогали друг другу всю жизнь. И после войны, когда жизнь была очень тяжелая, детей было у всех очень много, 5-6 человек. Ну, и вот единственное, я хотела сказать, что вот день снятия блокады, я, конечно, запомнила. Запомнила почему? Потому что это был первый день, когда я увидела солнце и свет. То есть там взрывной волной у нас выбило все окна. Окна были забиты фанерой. На улицу, конечно, меня не выпускали. Я была слишком маленькая. И когда мама меня поставила на ноги, я сразу рухнула. То есть я где-то 5 лет только училась ходить. И еще после блокады я умирала лет 5, наверное, 6. Врачи считали, что я не выживу. Сдранили меня доходягой. Я чем только не болела. Каждой болезнью, у которой где-то что-то заболел, мама говорит, я уже знала, что ты тоже заболеешь. И все-таки мама выходила меня. И, слава богу, я до сих пор пока жива. Папа и мама, они работали на военном заводе на полигоне. У нас там его не эвакуировали. И поэтому они и спали там у станков. Маму отпускали иногда проведать нас. А папа даже никогда не появлялся дома. Он там и спал у станка. Когда началась война, мне было 16 лет. А паспорта выдавали только тогда в 18 лет. Я была учащаяся. Никто не думал, что настолько протянется война. И вот в одно прекрасное время, летом, какой-то такой был лозунг или призыв собраться всем в определенном месте. Собрались, посадили нас в автобус или там машины, я сейчас точно не помню, привезли. И мы куда приехали? Мы приехали под лугу. Когда посмотрели, куда приехали, поле. В армейские палатки. Зеленые эти стекла и слюды. Во всю работают, окопы копают, противотанковые рвы. А мы вот приехали в белых тапочках. Так вот, у кого еще и гитары были, никто не думал, что так затянется. И вот этот страх начался. У нас семья была... Моя бабушка со своими дочерьми, сыновьями жили в одном доме. Вот, Петроград, Приморский район, такой вот уютный. Вот, все дружно жили, может, потому и выжили. А как выжили, я вам тоже сейчас скажу. За новой деревней, за Херафимовским кладбищем, там была какая-то военка. Там кукурузники летали, тех боевых самолетов не было, может, тогда вообще не было. И оттуда иногда вот лошади на лошадях, повозки какие-то там была военка. И однажды в наш двор под обстрел попала лошадь, несло ее дурную, уже вот такую раненую. Она несла без ума и свалилась тут. Ее расхердали в один миг блокадники голодные-голодные, слабые, но унесли. Вот это вот. Моя мама тоже выхватила кусок. Когда голодные, там нет никаких родственных чувств. Это я вам точно говорю. Когда сильно голодные, притупляется. Притупляется отношение. Это точно. Все-таки что-то помогает вспомнить, что ты человек, а не животные. Лишь бы что, ну, съесть. Надежда. Надежда. Потому что все-таки кто-то нами руководил. Вот эти вот тарелки громкоговорители, они нам все время оставляют, оставляют, а где-то побеждают. Вот мы жили в надежде, что война... Мы верили, война кончится. В моей памяти остались только слова моей мамы. Вот с ее слов я немножко знаю о блокаде. Вот. Родилась я в 41-м году, 8 августа. А 8 сентября блокада началась. Мне был всего один месяц. Человечка вот такой. Вот. Конечно, ничего не помню. Но запомнила маму. Забыть нельзя. Она говорит, так было холодно. Я тебя, говорит, положу под рубашку. Замотаю, закутаю. А ты не греешься, а мокнешь. Мокрые все. Ну, организм-то слабенький. Я настолько была больна, когда мы эвакуировались из Ленинграда. Это страшно вспомнить. Это были нарывы на голове и на пятках. Большие. Это были закрытые глаза, заполненные гноем. Эвакуировались мы оттуда не сразу, потому что я была очень маленькой, меня не взяли на эвакуацию. А потом уже, это уже в 42-м году, где-то ближе, вот весной, ближе к лету немножко, да, вот тогда меня только, нас смогли эвакуировать. А сестричка моя умерла. Во время была гадой, болела дезинтерией, лекарств не было, конечно, так она и умерла. Вот мы вместе, бабушка, я и мама. Мы вот втроем оказались в Пушкино. Музыка. 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 Сегодня утром возле Троицкого храма прошел митинг, посвященный 70-летию снятия блокады Ленинграда. Наш корреспондент посетил акцию памяти и музей блокадников. Репортаж с места событий смотрите в нашем следующем выпуске новостей в среду. В минувшую пятницу в Доме культуры прошла традиционная акция «Покормите птиц зимой», в ходе которой ученики пушкинских школ мастерили кормушки и делились друг с другом знаниями о способах кормления птиц, которые обитают в наших краях. Своей акцией ребята хотели показать, что зимой птиц просто необходимо подкармливать, потому что они сами не всегда могут обеспечить себя пропитанием. На сегодняшней акции были представлены кормушки различных форм и фасонов. Помимо привычных нам, сделанных из подмолочных пакетов, есть вот такие оригинальные украшения для деревьев. Здесь пшено приклеено специальным съедобным клейстером, который сделан из крахмала. Он съедобен и не вредит птицам. Птицам везет, конечно, когда на снегу попадаются несколько семечек или немножечко семян. Но лучше, конечно, делать кормушки. И нельзя ни в коем случае забывать, что птицы, они тоже на братья наши меньшие. Маленькие птички зимой не могут добывать себе сами еду, так как большие птицы, вороны и голуби, они добывают себе еду с мусора и так далее. А маленьким птичкам им надо лезть под снег, и на это им уходит много времени. И в итоге они погибают. И так ученые доказали, что из 10 птичек погибает ровно 9. Такие серьезные морозы стоят на улице. И, конечно, то, что вы сегодня сотворили и сделаете еще не раз, наверное, порадует их птичьи души. Как всегда, выходные в нашем городе многие жители проводят по спортивному. Прошедшее воскресенье не стало исключением. В спорткомплексе «Содружество» состоялся турнир под дзюдо, в котором приняли участие и наши местные ребята. Дзюдо в Пушкино является приоритетным видом спорта, а подобные соревнования повышают мастерство спортсменов и престиж города. В турнире приняли участие представители более 10 населенных пунктов Московской области, а также дзюдоисты из Москвы. Чтобы оказать достойное сопротивление, на помощь нашим пушкинским ребятам приехала команда из Ашукина под руководством Николая Корноухова. Результат не заставил себя ждать. Золото не покинет пределы Пушкина, бронзу завоевали ребята из Ашукина, а вот серебряные медали уезжают, правда, недалеко, в соседнюю Ивантеевку. Ну и в продолжении спортивной темы. Сильные морозы только подстегивают настоящих любителей спорта заниматься и соревноваться еще активнее. Зал пушкинского ФСК не пустует. Вот и в эти выходные здесь прошел рождественский ежегодный турнир по волейболу. Наша съемочная группа понаблюдала за борьбой женских команд, среди которых выступали не только профессионалы, но и любители. Этот спорт, конечно, это для нас все, это жизнь. Волейболом занимаюсь с 99-го года очень давно. На самом деле, в принципе, с рождения с папой еще начала, даже не помню, как мяч в руки получила, так сказать, когда он у меня первый раз оказался, но это болезнь. С этих турниров начинается, скажем так, мастерство девочек, молодых. И могу сказать, что в прошлом году у нас здесь девочка играла, она сейчас играет уже в Суперлиге за Одинцово-Заречья. Вот именно с этих турниров начинаются звездочки. И у нас отдельные призы приуроченные. Есть звездочки пушкинского волейбола, есть орел пушкинского волейбола для мужчин. И Афродита, которая самая красивая и достойная девушка. Из всех видов спорта у волейболистов самая развитая фигура. Потому что идет нагрузка равномерная на верхний плечевой пояс, на ноги, на спину. Но если у баскетболистов только верхний плечевой пояс развития, у пловцов, у футболистов нижние конечности у нас развиты. У волейболистов, наоборот, самая скоординированная фигура, скажем так. Я думаю, что в командах все дружны. Вот у нас очень дружная команда. Я думаю, если кто-то получит этот приз Афродита, все другие порадуются только за то, что лишнюю номинацию какую-то выделили и наградили именно человека из их команды. Мы занимаемся бесплатно от школы Олимпийского резерва. Нам помогают и директоры первой школы, и третьей школы нам помогают, предоставляют залы. Поэтому огромное спасибо. Всех желающих ждем. Занятия у нас бесплатные. И люди, которые что-то начинают достигать, мы, наоборот, и форму предоставляем, и кроссовки, и гетро. Только желание. Ну и далее анонс от наших коллег на радио. 30 января в четверг в прямом эфире на Пушкинском радио примет участие глава города Пушкина Сергей Иванович Гулин. Тема предстающего эфира. Перспективы застройки города Пушкина, жилые дома, социальные объекты, инфраструктура. Решение проблем автомобильных пробок, реорганизация дорожного движения, качество уборки города, вывоз мусора, программа переселения граждан из ветхого аварийного жилья и возможное объединение городской и районной администраций. Свои вопросы Сергею Гулину вы можете задать по телефону 534-36-50 или 993-36-50 заранее или во время прямого эфира. Итак, включайте ваши радиоприемники 30 января в 18 часов 10 минут. И далее объявление. Администрация города Пушкина приглашает вас принять участие в конкурсе на лучший творческий проект. Конкурс посвящен Году культуры в Российской Федерации и проводится в целях выявления лучших инновационных и творческих проектов в сфере культуры и искусства, сохранения и развития культурного потенциала города Пушкина, поддержки творческих коллективов и деятелей искусства. С положением о конкурсе вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации города Пушкина. Дополнительную информацию можно получить в отделе культуры и социальных вопросов управления социальной политики администрации города по телефону 993-38-65. И это все, о чем мы бы хотели рассказать вам сегодня. На этом я, Лидия Михайлева, с вами прощаюсь и желаю вам всего самого доброго. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова